На этих кадрах фильма «Иди и смотри» и режиссера Элема Климова карательная операция фашистских войск на территории Беларуси. В деревянном бараке заживо сжигают женщин и детей. В мае 1944 года точно такую же операцию каратели проводили в деревне Хоромецкие. Всех жителей согнали в сарай. Автоматчики и пулеметчики расстреливали тех, кто пытался бежать. Женщины были от ужаса. Одна взмолилась «Отпустите детей, им в сарае холодно». На что каратель, издевательски улыбаясь, ответил «Мы вас всех скоро согреем». Так работало особое подразделение СС, отряд «Дирлявангер». Казалось, спасения нет. Но деревня Хоромецкие уцелела. Все обреченные в тот день выжили. Ценой самоотверженного подвига героя Советского Союза, 14-летнего партизана Марата Козея. 11 мая 1944 года Марат Козей вместе с начальником разведки партизанской бригады Владимиром Лариным приехал в деревню на встречу со связным. Внезапно на дороге показались немцы. Кто-то донес, что местные жители поддерживают партизан. Их в деревню направили самый лютый отряд карателей. «Дирлявангер», везде, где он проходил, оставались лишь пепелища. Было понятно, спасти деревню может только появление партизанского отряда. Ларин отдал Марату приказ мчаться к своим, чтобы привести подмогу. А сам, отвлекая фашистов, бросился в другую сторону. Но пуля сразила коня Марата. Мальчик рухнул на дно оврага. В его сторону уже бежали немцы. Казалось, все кончено. Ему не спасти деревню, да и самому не выбраться. И все же Козею удалось то, что не всякому взрослому под силу. На этих кадрах немецкой кинохроники, оккупированная Белоруссия, каратели проводят облаву на деревню партизан. Такую же акцию фашисты намеревались провести и в деревне Румок. В ней весной 1943 года разместился партизанский отряд имени 25-летия Октября. Туда немедленно потянулись местные жители из сожженных фашистами деревень. Их размещали в теплых хатах, кормили. Морозным утром 8 марта в расположение отряда направилась целая толпа женщин. Многие несли грудных детей. Они были уже у опушки леса, когда к штабу на взмыленном коне подлетел Марат Козей. Товарищ командир, тревога! Это переодетые немцы. Послышались выстрелы. Вяженые мамаши упали в снег и развернули пеленки. В них оказались автоматы. Завязался бой. Партизаны отряда имени 25-летия Октября оказались блокированными в блокаде. Фашисты их блокировали, взяли в кольцо окружения. И все. И прорваться никак. Там находился и Марат тоже. Марат залег в укрытие рядом с командиром. Мелькнула мысль. Эх, сейчас бы соседнему отряду Фурманова немцам с тыла ударить. Отряд партизан имени Фурманова находился в тот момент в 7 километрах. Командир отправил Смезнова, но того тут же сразила пулеметная очередь. Немцы уже забрасывали деревню гранатами. Факелом вспыхнула старая мельница. Загорелись крайние хаты. Марат пополз к своему коню-орлику, не слушая окриков. Марат немедленно в укрытие. Одним прыжком вскочил в седло и помчался, прижимаясь к лошадиной шеи. До спасительного леса оставались считанные метры. Внезапно конь споткнулся, и сердце у командира сжалось. Неужели все? Но Козей летел дальше, оставляя за собой лишь облако снежной пыли. Козей сумел доставить донесения командира в соседний партизанский отряд. Помощь пришла незамедлительно. Это было чудо. Партизанский разведчик Марат Козей сумел спасти свой отряд от разгром. Каратели были разгромлены совместным ударом двух партизанских отрядов. За проявленное мужество юный разведчик был награжден медалью «За отвагу». А в отряде его стали называть «Непобедимый Марат». Впрочем, так его звали еще в школе. Он родился в белорусском селе Станьково. Был младшим ребенком в семье матроса Ивана Козея. Марата дедушка Иван назвал в честь клим-кора, на котором он служил, будучи на Балтийском плоте. Ну, а тот Марат, естественно, вы знаете, был назван в честь французского, да, революционера Марата. Марату было пять лет, когда в 1935 году отца и двух его братьев репрессировали по сфабрикованному обвинению по вредительстве. Мать, убежденную коммунистку, уволили с работы. Отчислили из Московского педагогического института, где она училась заочно. Анна Козея осталась без средств к существованию с пятью детьми на руках. Вскоре забрали и ее. За троцкизм. Детей разобрали родственники. Двое впоследствии умерли от болезней. Марату и его сестре Ариадне повезло остаться вместе у бабушки. Мать выпустили из тюрьмы перед самой войной. Отца же Марат так больше никогда и не увидел. Ивана Козея реабилитировали посмертно в 1959 году. Марат был убежден, что произошла чудовищная ошибка. Он мечтал спасти отца. Грезил подвигами, воображая себя Чапаевым. Всегда был за водилой и водил за собой, вел за собой, вернее, мальчишек. У них был там фанерный пулемет, какие-то палки вместо ружей. Но они играли, они играли. В 1941 году, когда началась война, Марат закончил четвертый класс. Он учился вот в этой школе, где чудом уцелела его парта. Это экспонат парта Марата Козея. За ней сидел сам Марат Козея, когда учился в Станьковской средней школе. К деревню Станьково немцы вошли уже 27 июня, через пять дней после начала войны. В школе разместили оружейный склад. Большую часть мебели вынесли и сожгли во дворе. Белоруссия, 1941 год. В республике, где в оккупации оказались 8 миллионов человек, немецкое командование планировало уничтожить не менее 75% из них. И немедленно приступило к воплощению этих планов. Для мирного населения, которое выживет после сражений и карательных экспедиций, в случае победы Германии существовало два пути. Переселение в Сибирь, или, если их тип окажется достаточно нордическим, им будет позволено стать частью Германии. Их земли и имущества будут принадлежать тысячелетнему рейху. Массовый террор, примененный против мирного населения, вызвал небывалую волну сопротивления. Партизанам на территории нашей республики было свыше 372 тысяч человек. Это те, которые с оружием в руках, можно сказать. А те, кто резерв составлял партизанский, это свыше 400 тысяч человек. Добывали оружие, передавали его партизанам, подсказывали партизанам, где находится это оружие, где можно его найти. Кормили партизанам, лечили партизанам. Обеспечивали их одеждой, ну, всем необходимым. 27 июля 1941 года Георгий Жуков, в тот момент начальник генерального штаба, издал предписание начальникам фронтовых штабов немедленно приступить к формированию и заброске в тыл противника большого количества мелких партизанских диверсионно-разведывательных групп из храбрейших людей личного состава войск и из лучших элементов гражданского населения. На территорию оккупированной Белоруссии к 1 августа 1941 года был переброшен 231 отряд общей численностью около 12 тысяч человек. Однако уже через три месяца в живых остался только каждый шестой из этих людей. В зиму 1941-1942 годов в Белоруссии пережил от силы один из десяти партизанских отрядов, созданных летом. Специально для засылки, подготовки агентуры для работы в партизанских отрядах и в подполье в ряде оккупированных городов были созданы специальные школы СД, где эту агентуру готовили. С первых же дней войны дом Козеев стал приютом для отступающих или бежавших из плена красноармейцев. Мать Марата выхаживала раненых бойцов, снабжала их поддельными документами. Почему всегда вот к ним приходили люди? Это была самая крайняя в деревне изба и самая близкая к лесу. И люди ночью, конечно, всегда это было, тихонько так пробирались к этому дому, стучали. И все эти люди, которых она спасала, они все потом оказались в партизанском отряде, вот этой бригадой. Марат тоже помогал по мере сил. Еще в августе 1941 года на кладбище он обустроил два погреба, куда стаскивал все боеприпасы, найденные на складах после отступления Красной Армии. 130 гранат Ф-1, 50 килограммов Тола, две сотни запалов и моток Бигфордова шнура. И партизаны решили устроить фрицам теплую встречу. С помощью этого оружия партизаны провели целую операцию. Взорвали мост между железнодорожными станциями Негорелая и Кайданово. А затем на шоссе разбили две легковые автомашины и уничтожили семерых гитлеровцев. На шум взрыва в лес пожаловали немцы. Но юные партизаны предупредят отряд. С каждым днем действовать становилось все опаснее. Почти во всех деревнях вокруг Станькова расположились немецкие гарнизоны. На главной улице вывесили немецкие флаги. Перед школой вместо гипсовой фигурки пионера-гармиста теперь стояла веселица, где казнились жители деревни за малейшую флагистью. За годы оккупации в Белоруссии были сожжены и разрушены более 200 городов и около 10 тысяч деревень. В 1941 году население республики составляло 10 454 900 человек. В 1945 году осталось 6 миллионов 264 800 человек. Фашисты обещали щедрую награду за подпольщиков и тех, кто с ними сотрудничает. Жертвой такого доноса стала и мать Марата Козея. Она выхаживала раненого красного командира. Приехал Черный Воронок и ее увезли. Потом появился офицер, решил детей допросить еще. Оставались только Марат и моя мама. И жестоко их избил, маме выбил, у матери были убиты все верхние зубы. А потом с 7 ноября 1941 года, заметьте, 7 ноября, в Минске состоялась первая публичная казнь. И вот на этой казни моих бабушек повесили. На площади Парижской коммуны. Марат твердо решил уйти в отряд. Попросил своего дядю-кузнеца, который чинил партизанам трофейные автоматы и ковал холодное оружие, отвезти его в отряд. Но дядя только покачал головой. Мал еще, куда тебе? Морозным февральским утром 1942 года в дверь дома Козеев постучал советский лейтенант, который признался, что попал в окружение и очень голоден. Мальчику хватило беглого взгляда, чтобы оценить новенькую форму, начищенные сапоги и блестящую портупею. Никто из отступающих красноармейцев так не выглядел. Марат пообещал сходить за молоком, а сам бросился к дяде. Тот привел партизан. Выяснилось, что лейтенант был не один. За деревней его поджидала целая группа таких же диверсантов. Их обезвредили благодаря 11-летнему мальчишке. И это была первая боевая операция Марата Козея. Ему стали доверять важные поручения. Расклеить по деревне сводки с фронта или выкрасть кусок линолеума из кинобудки. Партизаны делали из него фальшивые печати. И все же Марат мечтал попасть в отряд. Он принял отчаянное решение. Незаметно пойти за дядей, когда тот отправился в лес. И 11 ноября 1942 года внезапно появился из кустов у штабной землянки. Я Марат Козей. Хочу воевать против фашистов в вашем отряде. Начальник отряда оторопел. Как ты умудрился проскочить мимо наших патрулей? Мальчишеское сердце, вы знаете, горело, конечно. Не могло просто-напросто оставаться равнодушным. Поэтому он пошел воевать. Мало желания идти в бой. Надо научиться владеть оружием. Надо научиться стрелять и примиряться к местности. Надо, в конце концов, иметь здоровье, чтобы совершать вот эти вот бесконечные марши во время либо боевых заданий, либо когда отряд уходит из-под удара. В конце концов, приходилось очень часто совершать в сутки до 40-50 километров пешим ходом. Обучение стрельбе и владению оружием было любимым занятием Марата. Автомат ППШ он мог зарядить даже вслепую, хотя первое время на задание ему никакого оружия не выдавали. Вместо обмундирования, которое специально сшили для юного разведчика, он надевал драный тлуб и облезлую шапку. Партизанский разведчик — это человек, который не должен отличаться внешне от обычного мирного жителя. Это человек, который под видом нищего, которые собирают подаяния, должны пройти возле интересующего партизан объекта, запомнить расположение и количество огневых точек, силы противника, количество прошедших составов, количество вагонов в этих составах. Если засекли, удалось узнать, сколько танков и орудий, а если удалось засечь и эмблему, перебрасываем и соединяем, то это совсем хорошо. Тогда вся немецкая дивизия как на ладони, и ясно, откуда ее перебросили, куда она идет. У Марата была феноменальная память. Он запоминал, где расположены немецкие посты, фиксировал, где замаскированы пушки и пулеметы. В конце концов, партизанский разведчик – это тот самый человек, благодаря которому партизаны не действуют наугад. А когда ты попался? Когда тебя схватили? Съеснув зубы, молчи, либо доказывай свою легенду. Стой до конца. А если нет, умрешь. И очень часто никто не узнает, где ты умер. И как ты умер. И дети на это шли. Дети на это шли, потому что это были советские дети. Однажды, увлеченный выполнением задания, Марат не заметил, как наскочил на немецкого офицера. Но он не растерялся и попросил. Дяденька, подайте что-нибудь. Прикинулся, что он нищий подросток оборванный, который отбился от детского... Детский дом разрушили, разбомбили, а вот он здесь бродяжничает, туда-сюда ходит, как будто бы. Такая была у него легенда. Любой посторонний на железнодорожной станции у составов с техникой вызывал подозрения. Казалось, сейчас Козея схватят, потащат в комендатуру. Но мальчик льнул к офицеру, выпрашивая подаяние, и тот брезгливо оттолкнул оборванца, а затем зашагал прочь. Через два дня партизанский отряд нанес дерзкий точечный удар по станции в Дзержинске, парализовав ее работу на много дней. Козею не раз выносили благодарности за несение караульной службы, за участие в операции по разгрому немецкой автоколонны на шоссе Минск-Слуцк. Шоссе, Слуцкое шоссе, Слуцк-Минск. Напали на вражескую колонну, так Марат первый практически бросился. Подорвали автомобиль с охраной, с немцами и с его охраной. И Марат оттуда принес в отряд целый портфель с документами, которые оказались очень значимы в то время. Были немедленно, был вызван самолет из Москвы, и этим самолетом отправились документы на Большую Землю. За это он получил Орден Отечественной войны 2-ю степень. Вскоре партизанский отряд имени 25-летия Октября вырос в партизанскую бригаду имени Рокоссовского, состоящую из четырех отрядов. Марат стал разведчиком штаба бригады, контролировал передвижение и дислокацию вражеских войск, отводил опасность от бригады и населенных пунктов, встречался со связными. Это самые подготовленные, там отборные ребята работали, как по моральным качествам, так же по физическим, ну и по навыкам и обученности. Это будем считать элита отряда. Сопротивление в Белоруссии набирало силу и становилось все более организованной. 1255 отрядов партизан были объединены в 213 бригад и полков. Общее стратегическое руководство партизанским движением осуществляла ставка Верховного Главнокомандования. Непосредственно на месте подпольщиками руководил Центральный штаб партизанского движения. Появился сначала БШПД, Белорусский штаб партизанского движения в 1942 году, а потом и ЦШПД, это Центральный штаб партизанского движения. Они уже руководили партизанами, потому что их было много. Если посмотреть всю оккупированную территорию, территорию Украины, территорию РСФСР, то это больше миллиона человек. Сражались в этих отрядах и бригадах. Особую угрозу партизаны представляли для немецкого снабжения. Гитлеровцам даже пришлось прекратить движение поездов ночью. Они на километр вырубили лесные массивы вдоль железнодорожного полотна, выставляли патрулей, но партизанам все равно удавалось пускать составы под откос. Для противодействия подпольщикам фашисты вынуждены были оттягивать силы регулярной армии. На борьбу с партизанами на оккупированной территории Советского Союза и в Беларуси в том числе, немецкому командованию пришлось отвлечь очень значительные силы. Гораздо больше, чем предполагалось изначально. Очень часто получалось так, что отводимые на отдых войска отдыхать просто не успевали. Их отводили с фронта, а они ввязывались в войну с партизанами. Ну и в конечном итоге ситуация партизанской войны создала для вермахта и для Германии в целом ситуацию опрокинутого тыла. Когда из оккупированных территорий не получалось извлечь все то, на что рассчитывали перед войной. В Белоруссии после отступления осталось множество рядовых и офицеров Красной Армии. Они продолжили борьбу с фашистами уже в новом качестве – партизанских командиров и организаторов производства. Массовое производство ружейных гранатометов на базе винтовок Мосина и Маузера в одном из партизанских соединений наладил известнейший партизанский оружейник Шабгулидзе. Он же наладил производство ручных гранат. Партизаны оборудовали и свои аэродромы. Да, партизанские аэродромы, на которых могли садиться даже тяжелые военно-транспортные самолеты Лид-2. Большая земля также непрерывно снабжала лесных бойцов оружием, продовольствием и специалистами. К 1942 году партизанское движение превратилось в стратегический фактор, влияющий на обстановку на всем советско-германском фронте. В Белоруссию на борьбу с партизанским движением было направлено одно из самых жестоких подразделений СС – отряд Оскара Дирлевангера. Оскар Пауль Дирлевангер. На его совести хатынь, борки, подавление варшавского восстания. Сидел в тюрьме за растление несовершеннолетней. Его отряд профессиональных преступников состоял из осужденных за разбой, грабежи и изнасилования. Там были головорезы, там были выпущены на волю преступники, насильники, убийцы. Там были в 118-м батальоне особо карательные отряды, которые особо набирались, обучались. В основном люди без чести и совести, без достоинства, страшные люди. Первым районом Белоруссии, где дирлевангеровцы начали действовать против советских партизан, стал Кличевский. В деревне Суша они казнили больше 30 человек и полностью спалили саму деревню. Иногда людей не убивали, а уродовали. В назидании. На этих кадрах фильма «Иди и смотри» режиссера Элема Климова каратели везут по деревне изуродованное тело советского партизана для устрашения местных жителей. Марат Козей видел подобное. Однажды в отряд прискакала лошадь, к которой был привязан старик с кровавым месивом вместо лица. Это был дед Талаш, которого партизаны отправили за продуктами. Гитлеровцы отрезали ему уши, выкололи глаза и вырезали на лбу звезду. Немецкое командование и немецкие солдаты считали партизан, где бы они ни были, в какой бы стране они ни появились, бандитами, уничтожающими германских солдат и портящими жизнь германскому рейху. Более того, как не скрывал Гитлер, в любой стране, которую мы берем, наличие партизанского движения дает нам повод для того, чтобы уничтожить по максимуму этих недочеловеков. Зимой 1943 года немцы предприняли попытку ликвидировать партизан в Станьковском лесу. Его окружили со всех сторон. О том, чтобы принять в бой, нечего было и думать. Командование приказало выбираться мелкими группами. Марат и его сестра Ариадна, которая вместе с ним ушла в партизаны, выходили порознь. Девушке пришлось затаиться в сугробе, лежать не дыша почти 10 часов, пока рядом были фашисты. Когда ее нашли товарищи, идти она уже не могла. В отряде у них квалифицированного врача не было, у них был только фельдшер. Он сразу поставил диагноз, что у него начинается гангрена. Оперировать нужно было немедленно. Между тем, не было даже землянки, в которой можно было бы провести операцию. Пришлось сделать все прямо под открытым небом, на санях. Девушке дали выпить спирта. Один партизан навалился Ариадне на грудь, другой сел на ноги. Их отпилили без наркоза, прокаленной на костре пилой ножовкой. Решено было как можно скорее отправить Ариадну в тыл. Едва прибыл первый самолет, девушку погрузили. Марату предложили лететь вместе с сестрой. Он мечтал поступить в Суворовское училище, и, казалось, выпал шанс. Козей поднялся на борт, но в последний момент выскочил из самолета. Пока, говорит, мы не победим, я говорю, не могу. У меня, говорит, час работы. Здесь я должен победить сначала, а потом идти учиться. Потому что у него установка такая была, внутренняя, что он должен сначала победить врага, освободить свою родину, а потом уже заниматься собой, своим будущим. Ариадну удалось эвакуировать в Иркутск. Девушке сделали протезы ног, она смогла ходить. Но увидеться брату с сестрой было больше не суждено. В первые же дни, после зачисления в партизанский отряд, Марат повесил на ремень две гранаты. Одну справа, другую слева. Он не расставался с ними даже во сне. Сестра Ариадна тогда спросила, зачем они тебе? Он в шутку ответил, одна для себя, вторая для немцев. О том, что это были пророческие слова, Ариадна узнала лишь после победы. Она вернулась в Белоруссию летом 1945 года, не подозревая, что Марат погиб год назад. Родные боялись, что эта новость убьет девушку, поэтому писали, что с Маратом все хорошо, просто письма теряются. Ариадна стала педагогом и поставила себе цель рассказать о подвигах брата как можно большему числу детей. Его имя очень широко известно по всей Белоруссии. Меня спрашивают, а, да, это же в твоей деревне жил Марат Казей. Я говорю, да, да. Вы до сих пор помните его? Я говорю, ну, конечно, дом есть, все. Проводим экскурсии. Людям рассказываем, что это наш землян, герой Советского Союза. Марат Казей стал кумиром для тысяч мальчишек, каким когда-то для него самого был Василий Чабаев. И педагоги в воспитательных целях обходят иногда стороной примечательный факт. Герой писал с ошибками, это видно из письма, что не мешало старшим товарищам относиться к мальчику с огромным уважением и величать по имени-отчеству. Здравствуй, сестра Ада. Пишу письмо уже третьей. Не знаю, получишь ты его или нет. Стоим теперь в Станьковском лесу. Я теперь в разведке, в штабе бригады. 25-й отряд разбили на два отряда. Чкаловский и 25-й. Дальше другим почерком. И еще два отряда. Фурмановский отряд и отряд имени Держинского и новая бригада имени Рокоссовского. Пишем тебе вдвоем с Маратом Ивановичем. Я начальник разведки штаба. Когда Риадну эвакуировали на Большую Землю, рядом с Маратом не осталось ни одного родного человека. И, быть может, оттого он сражался с врагом еще отчаяннее. Не только в разведке, но и в диверсионном взводе. Геннадий Юшкевич, разведчик специального диверсионного отряда «Чайка», заброшенного в тыл к немцам, встречался во время выполнения задания с Маратом. Они тогда были ровесниками и, по-мальчишески, соперничали. У кого лучше оружие? Он завидовал, что у меня автомата, у него был карабин. У меня тоже сначала был карабин. Вы знаете как? Я гармошку выменял на затвор. А мне к затвору эти самые стволы валялись, полно их было. И мне сделали хорошие ложи для этого. Такой карабинчик был у меня оригинальный. Но потом мне дали автомат ППШ. Конечно. А у них у всех были винтовки, карабины. И потом сложно с патронами. Все подсчет. И вот всегда приезжали к нам и просили хоть патрончик или что. Вот так вот делились мы. В его задачу входила работа на коммуникациях и объектах противника. Уничтожение железнодорожных путей, составов. Уничтожение автомобильного транспорта. Уничтожение складов. И штабов. Так вот туда брали как раз таки кого? Тех, кто прошел соответствующую подготовку. Кто имеет опыт участия в боевых действиях. И кто по большому счету в нештатной ситуации не запаникует. Страшные были ребята. Почему? Потому что реально выполняли задачу и не паниковали. Марат Козей стал первоклассным бойцом всего за полтора года службы. Ровно столько ему удалось провоевать в партизанском отряде. Он погиб в мае 1944 года. В тот момент советское командование готовило одну из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны – Багратион. Общий замысел Генштаба состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр», окружении основных ее сил, восточной столицы Белоруссии и полном освобождении территории этой Советской Республики. План сработал. В ходе Багратиона за счет очень сложной системы наземных сигналов огней тяжелым бомбардировщикам ночью, причем в плохую погоду, указали, где находится артиллерия, куда бросать бомбы. И когда на немецкую артиллерию посыпали, что называется, десятки тонн тяжелых бомб, она была приведена к молчанию, и это стало прологом к крупнейшей катастрофе вермахтов за всю его историю. Именно белорусские партизаны положили начало этой наступательной операции Красной Армии. В ночь с 19 на 20 июня 1944 года они начали рельсовую войну в тылу вражеских войск. Партизаны захватывали переправы на реках, перерезали пути от хода противника, подрывали железнодорожные пути, масты, устраивали крушение поездов, совершали внезапные налеты на вражеские гарнизоны, уничтожали средства связи. В результате были полностью выведены из строя наиболее важные магистрали, частично парализованные перевозки врага по всем дорогам. Фронт немецкий рухнул. Почему он рухнул? Потому что у него выбили артиллерию, соответственно, с выбитой артиллерии немцы не смогли держать фронт. Он посыпался, они отступали вплоть до висла. В ходе операции «Багратион» вооруженные силы Германии потерпели сокрушительное поражение, потеряв убитыми и взятыми в плен 289 тысяч человек, ранеными 110 тысяч. Но Марату не суждено было этого увидеть. 11 мая у деревни Хоромицкие разведгруппу партизан обнаружили гитлеровцы. Напарник Марата, командир разведбригады Владимир Ларин, погиб сразу. А Марата немцы взяли в кольцо, рассчитывая захватить живым. Козей сражался до последнего патрона, надеясь, что его услышат, придут на помощь, спасут жителей деревней, загнанных в сарай и обреченных на мучительную смерть в огне. Когда магазин автомата опустел, Марат сполз в ложбину за кустарником. Прижавшись, щекой к земле, не отрываясь, смотрел на поле. Пелена утреннего тумана рассеивалась. Фашисты подошли так близко, что были видны знаки различия. Он знал, что если они его окружат, возьмут сейчас в плен, они его возьмут в плен, потому что они не стреляли. Гитлеровцы. То его и пытать будут, и бить будут, это сто процентов, потому что тут, например, третиклассников и второклассников били, очень сильно избивали до неузнаваемости. А вот когда он оказался один в экстремальном положении, в самую трудную, в самую решающую минуту своей жизни, здесь он уже проявил и свой характер, и волю. И поступил, дядя, действительно, как герой. Хотя мальчику было только 14 лет. Он мог сдаться. Он же был мальчишка. Но он предпочел смерть позорному плену. Мальчик поднялся во весь рост и, держа в руках последнюю гранату, шагнул навстречу врагам. Раздался взрыв. В воздух полетели каски и автоматы. Затем все стихло. Разве это не героизм? Это героизм. Разве каждый взрослый способен на это? Лишить себя жизни, но вместе с собой унести из жизни ненавистных врагов. Это очень трудно, это очень сложно. Но вот таков Марат. Да, юный герой. Козей так и не узнал об успехе своего замысла. Автоматные очереди услышали партизаны. Помощь пришла вовремя. Жители деревни Хороминские были спасены. Мы, конечно, очень гордимся, что именно наша школа носит имя юного героя Советского Союза Марата Козей. Каждый раз, когда проходишь по улице имени Марата Козея, смотришь на дом, где он жил. И откуда ушел в партизаны. И где завершилась его. Завершилась его короткая, но такая яркая, смелая и гордая жизнь. Первый памятник Марату Козею был установлен на месте его гибели. Там же была и могила. В 1946 году юного героя решено было перезахоронить в родной деревне Станьково. Сестра Ариадна настояла на том, чтобы открыть гроб. Хотела удостовериться, что в нем именно ее брат. Крышку сняли. У Марата были оторваны взрывом ступни и поврежден череп. Но белокурые мальчишеские волосы даже не потускнели. Ариадна срезала локон на память и хранила его до конца дней. Кажется невероятным, что до сих пор, несмотря на военное лихолетие, уцелели какие-то подлинные вещи юного партизана. Большинство из них сестра Ариадна передала в музей. Фронтовому разведчику Геннадию Юшкевичу на память о друге осталась только эта реликвия, которая рано или поздно тоже займет свое место в музее. Когда-то были такие фотоаппараты-фотокоры. И там пластинка, из которой печатают фотографию. У меня эти пластинки сохранились в Маратовой. Я даже потом размножил, снабзил фотографиями. Вот раньше фотопластинка, негатив. А с негатива делали уже позитив. Тут Марат Козей стоит, его две сестры. Не только в Белоруссии, но и в других бывших советских республиках стоят памятники Марату Козею. Его именем названы улицы и школы, а множество людей, чье детство пришлось на пионерскую эпоху, наизусть знают его биографию. Правда, приглаженную, без упоминания репрессированных родителей и ошибки в правописании. Мало кто знаком и с историей этой фотографии. В 1965 году было решено присвоить Марату Козею звание Героя Советского Союза. Потребовалось фото, примерно соответствующее возрасту. Сестра разведчика Ариадна достала из семейного альбома самый последний снимок. По иронии судьбы, его сделал немец, случайно зашедший в дом Козеев в первые дни войны. Именно это фото вошло во все энциклопедии и стало хрестоматийным, как память о любви к родине, которая оказалась больше жизни.